Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Получили уведомление о том, что жилье выставлено на торги, написала артистка драм-театра Елена Одинцова в Фейсбуке. А недавно на аукционе почти 100 квартир за 60 миллионов рублей купила жительница Ульяновска. Беспокоиться нечем. Меры приняты. Финансовое обеспечение тоже есть. Эти квартиры будут все выкуплены. Люди ни одни не пострадали. Мало того, мне показали документы, которые меня убеждают. Кем выкуплены будут? В предательственном области. Все будет нормально. Все люди будут обеспечены. А я беру ответственность на себя и свое имя ставлю в ответ, что все будет хорошо. Осенью прошлого года в отношении Крика ввели процедуру конкурсного производства. Компания должна сотни миллионов рублей банкам Уралхиму и УФНС. Программа Экономика. Кировская область среди основных бенефициаров переноса уплаты бюджетных кредитов. По новому графику расчетов с Минфином регионы в 2020 году ничего возвращать не будут, хотя ранее должны были уплатить 10% долга. В следующем году нужно заплатить 5% вместо 20%. Выигрывают от этого регионы наиболее закредитованные, говорят эксперты российской газеты. Лидер здесь в Мордовии, где размер госдолга в два раза превышает налоговые и неналоговые доходы. Также в списке Хакасия, Кабардино-Балкария, Костромская область, Мариэл-Удмуртия. Кировскую область с соотношением бюджетного кредита к собственным доходам в 72% тоже называют среди таких субъектов. Высвободившиеся деньги можно потратить на борьбу с коронавирусом и на так называемое латание бюджетных дыр. Экономика на 101 ФМ. В России запретили закупку иностранных промтоваров для государственных и муниципальных нужд, а также для цели обороны страны и безопасности государства. ВТПП поддерживают эту меру. Старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Юрий Исупов отметил, что в непростых экономических условиях госзаказ для предприятий – хорошая возможность выстоять в кризис созданной пандемии. Юрий Исупов уверен, что в этих условиях ряд кировских предприятий также примет активное участие в этих торгах. Он отметил, что и ранее, и в настоящее время кировские предприятия активно обращаются за сертификатами на подтверждение российского происхождения своей продукции. Отдел экспертизы ВТПП готов проконсультировать кировских предпринимателей, а также оказать помощь в получении соответствующего заключения. Экономика. В завершении о валютах на сегодня. Доллар 74.12. Евро стоит 80 рублей 6 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ. Кировская 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 Киров